Курсанты Института гражданской авиации провели парад для ветерана Афанасия Золотуева. Лично поздравить героя приехал заместитель губернатора Ульяновской области Александр Коробко. Афанасий Феофанович ушел на фронт в 17. Вернулся через 5 лет. Воевал в составе 6-й танковой армии, награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и множеством памятных медалей. Сегодня ветерану 96. Однако, несмотря на прошедшие годы, он отчетливо помнит радость победной весны 45-го. Кончилась война, вот и кончилась. Радость была большая опять. Стреляли столь, куда-то все нападет. Музыки, все, все хорошо. Победа есть, победа будет. Принять участие в первом победном параде бойцу авиации Игорю Фитчуку не удалось. Погода внесла свои коррективы. Ну, в этот день лил дождь и низкая область. Авиация не участвовала. Мы на параде не участвовали. 78-й личный парад победы для ветерана организовал учебный центр войск связи. Солдат авиационных войск Игорь Фитчук одним из первых убыл на фронт. Война началась, когда ему было 19. А уже через месяц свой 20-летний юбилей он встретил за активной подготовкой к военным действиям на легендарном бомбардировщике Ил-4, макет которого Игорь Фомич бережно хранит по сей день. Весть о победе настигла его полк на аэродроме недалеко от польского города Познань. Не то, что понравился, а очаровал меня. Я не ожидал такого парада. И, по-моему, это чуть ли не первый раз в жизни такой парад ради меня. В арсенале ветерана ордена Отечественной войны и Красной звезды, а также награды за боевые услуги, взятие Берлина, оборону Москвы и Ленинграда. С теми же орденами и медалью за отвагу вернулся с войны солдат Белорусского фронта Красной армии Николай Павлович Синяков. Сегодня, спустя 78 лет со дня Великой Победы, кадеты военного училища связи все еще имеют возможность поприветствовать героя праздничным шествием сопровождения военного оркестра и троекратным «Ура!». На сегодняшний день в Ульяновской области проживает более 5000 ветеранов Великой Отечественной войны, 78 из которых непосредственно ее участники, а также около 50 тысяч детей войны. Мадина Исмаилова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.